В общем, сегодня мы поговорим о каких-то жизненных уроках, которые я за свою не такую долгую, но все-таки дольше, чем вашу жизнь, успел выучить. Презентацию я называл 42, потому что наверняка, если вы не смотрели или не читали, то вы хотя бы слышали про известный мем, что 42 – это ответ на вопросы жизни, вселенной и всего другого. Это из автостопа по галактике. И на самом деле у меня получилось 42 слайда, поэтому я решил назвать 42. Сейчас мы проверим, как работать с мышечками. Я уже представился, меня зовут Андрей. Я работаю Automation Key Engineer или Software Engineering. тест, то есть я занимаюсь автоматизацией тестов и вообще процессов разработки. В этой сфере я работаю уже почти 9 лет. Сейчас я работаю в компании Xing в городе Гамбург в Германии. Я уже 2 года живу там. Можно колесиком пользоваться. Почему я пришел именно на физтех? Потому что я сам заканчивал физтех, магистра, специальность ФБ. Я учился в группе ФБ-51. Правда, это был ФБ-51 2005 года в выпуске, но чуть-чуть постарше, чем прошлое ФБ-51. И первый урок, который я для себя вынес, что в жизни всегда надо оставлять место и время для того, что вас радует. Джон Леннон, который вот здесь, надеюсь, что вы его знаете. Битлз на самом деле они одно время играли в Гамбурге. Они, собственно, в Гамбурге раскрутились. У них есть там скульптуры, посвященные группе Битлз. Он сказал, что время, которое потрачено с удовольствием, не считается потраченным. И поэтому всегда в вашей учебе, в вашей жизни находите время на какие-то удовольствия и развлечения. То есть я учился довольно расслабленно. Я не вкладывал много в учебу. Я закончил у меня за магистра все пятерки. Ну, я еще учился по старой системе. По коллаборате у меня была одна тройка, пару четверок и пятерки. Но я не сожалею, что я не учился больше. Я проводил время, завел очень много классных друзей, с которыми мы дружим до сих пор. Мой одногруппник и сосед по общаге. Это мой лучший друг сейчас. И это, по-моему, было чудесное вложение времени. И, наверное, если бы я вкладывал его в учебу, я не был бы настолько счастливым человеком, скажем так. Часто какая есть еще причина отлечься от учебы, это вопрос работы. Ну, все мы люди взрослые и прекрасно осознаем, что ситуация в стране там не самая прекрасная. И есть люди, у которых с ногами хорошо, есть люди, у которых с ногами не очень хорошо. Ну, скажем так, тут я вам советовать не буду, это ваш личный выбор. Я могу рассказать просто о себе. Я со второго курса работал как фрилансер, то есть у меня был объем работ, и я его должен был за определенный срок выполнить. И как много я работаю, это было мое личное решение, то есть я мог сесть и две недели писать по 12 часов, не вставая за компьютер, и сделать, а потом просто бить по глуши, или делать по чуть-чуть. То есть это очень хорошо совмещалось с работой, с учебой, простите. А на пятом курсе после зимней сессии я уже пошел на полный рабочий день. Стоило бы идти раньше или нет, не знаю. Скорее всего, я бы пропустил какие-то важные предметы, потому что вот про физтех я могу сказать, что были предметы, которые, скажем так, сыграли роль на начальном этапе моей карьеры, то есть это были больше прикладные предметы, они мне помогли, и вот сейчас модный мемчик «Войти в IT», вот, хотя я еще со школы этим укрикался, но позже, в дальнейшей карьере, мне очень помогли именно фундаментальные предметы и глубокие знания, которые давали на физтехе по теоретическим дисциплинам. Потому что если вы хотите где-то развиваться, вам в определенный момент эти знания нужны, и когда они у вас есть, и вам просто надо освежить, перечитать книжку, это намного проще, нежели вам надо разбираться самому с нуля. Какие имя фундаментальные знания? Типа математики? В основном, я могу сказать так, практически все математические курсы, которые мы здесь изучали, то есть это матанализ, дифуравнение, это дискретка, это матлогика, это теория алгоритмов, это теория комплексных чисел, это дифуры, потом фаль и теория чисел, благодарю. Ну, то есть вот эти вот дисциплины, они в дальнейшем много где играют роль. То есть, если вы, например, будете заниматься искусственным интеллектом, вам обязательно нужны эти знания. То есть, да, вы можете прослушать курс на Курсере, и вам будет достаточно линейная алгебра, естественно, и аналитический геометр. Но если вы хотите заниматься этим прям серьезно и фундаментально, то вам надо понимать, что задача, там искусственного интеллекта, это задача нахождения экстремума функции. То есть, это уже функциональный анализ он нужен. Вы работаете, описываете какой-то процесс, большинство процессов, они описываются дифурами. Если вы знаете, что такое дифуры и как с ними работать, если вы знаете чисельные методы, вы знаете, как дифур можно решить чисельно, а не аналитически, это намного проще, нежели вы будете сидеть и узнавать, что ага, этот дифур можно решить не аналитически, а чисельно, с высокой точностью. Физика Олега Васильевича Кравцова, она просто учит думать. Думать и анализировать. И понимать. Она формирует ощущение того, что ты что-то понимаешь или ты не понимаешь. Особенно на младшем курсе, когда ты приходишь после школы и в школе ты там зазубрил, у доски отчитал и типа все, получай свои 12 и молодец. А у Кравцова ты должен именно понимать. и вот он вырабатывает ощущение того, что такое понимать, что это. Когда он, ты задаешь билет и садишься разговаривать с ним по курсу. Еще вопросы по этому? Нет? Ну вот это такой графчик, я где-то в Google имиджес нашел. То есть вы где-то вот здесь и у вас есть много вариантов, как поступить. На самом деле этот граф это нечто детерминированное. То есть вы знаете, вот я поступлю так, потом поступлю так и так далее, и вы знаете, куда вы попадете. А жизнь это скорее вероятностный граф. Когда каждая ребро графа имеет еще какую-то вероятность. То есть ты можешь из этой точки попасть в другую, а можешь и не попасть, потому что ты можешь попасть только с определенной вероятностью. И поэтому на самом деле никто, ни преподаватели, ни ваши родители, ни ваши друзья, дяди, тети или бабушки, дедушки, они не знают, что для вас лучше. Более того, я рекомендую вам признать, что вы тоже не знаете. Потому что я расскажу пару примеров из своей жизни, когда какие-то события, может вы слышали теорию хаоса, и есть очень там попсовое выражение про взмах крыла мотылька, который вызывает цунами в другом конце света. но что-то такое случается. Поэтому если вы не знаете, куда вам идти, точнее, куда вы хотите попасть, то, собственно, неважно, куда идти. То есть вы идите, пробуйте, смотрите по сторонам, смотрите под ноги образом, идя по жизни. Я могу рассказать, какие есть варианты из тех, что я знаю. Самый банальный вариант, то есть из тех, так или иначе, он связан с IT, и он дает очень сильную подготовку и аналитическое мышление. Даже если вы, например, из группы физиков, то есть у меня есть с моего потока физики, которые пошли в IT. Ну, в итоге так и сложилось, что физики они заработать денег не могут в Украине, не в Украину попасть не у всех получается в силу тех или иных событий. Вот. Есть два твиттера Реверсов и Тарк Прогер. Один из них он физтеховец, другой он с Фиотой, если я не ошибаюсь, или с ФПМ. По-моему, с ФПМ. Ну, это чуваки, которые считаются сейчас в топ JavaScript-разработчиков Украины. То есть в топ-5 там входят. Ну, правда, они уже не в Украине, но до того, когда они переехали, они входили в топ. Ну, и, собственно, очень много людей с моего потока, они просто пошли в IT, кто в разработку, кто FB-шник пошел в QA, как я, ну, там автоматизатор, оно не суть важное. Вот. Кто-то там продакт-менеджером, продакт-менеджером. То есть это самый распространенный вариант, как люди поступают, то есть они там кто еще учась, кто вот как я там в конце учебы, кто-то уже после получения диплома магистра, кто-то, например, получил диплом бакалавра и решил не продолжать, или пошел на заочку и пошел работать, но это самый такой распространенный широкий путь, да. А вообще диплом магистра требуется на какие-либо вакансии культуры? Ну, смотри, в чем цены? Вообще в Украине скажем так у многих есть еще такой советский паяс, что если ты не закончил магистра или там раньше был специалист, то это незаконченное высшее образование, ну, неполное высшее образование. В Европе, например, у меня среди моих коллег немцев магистра вообще нет, все бакалавры. Потому что если ты закончил бакалавр, ты уже можешь работать. магистр это больше для тех, кто собирается идти в науку, то есть это некая промежуточная ступень между PHD на Западе и вот бакалавр. То есть бакалавр ты идешь на магистра и потом обычно, если ты закончил магистра, ты идешь на PHD. В плане рабочим или финансовым именно магистр ни на что не влияет. но я говорю, что если вы планируете именно в Украине работать, то вы можете встретить людей, которые будут предвзято к этому относиться. еще вопросы по поводу IT. Помимо общего понятия IT это девелоперы, QA или кофе кто-то варил в офисе, есть более утонченные направления, которые очень подходят например FB и FI. В больших компаниях есть security команды, которые отвечают за безопасность компании. Например, у нас есть отдельная команда, там работает пять человек, но я с ними общался, я просто прозревал, то есть я интересовался своей специальностью на FB, я как бы что-то все-таки знаю, насколько они глубоко и классно это все шарят, они умеют это применять, то есть там какие-то анализы рисков, которые нам рассказывали, я думал, ну окей, ну куда это впихнуть, и тут мне человек показывает, вот как это на практике применяется, потому что он работает и он действительно применяет этот анализ рисков, потому что ты по-другому не можешь работать, потому что ты не можешь защититься от всего, ты должен приоритизировать, потому что банально тебе оплачивают, ну там, ты возглавляешь секьюрити команду, тебя оплачивают пять сотрудников, эти пять человек работают там сорок часов в неделю, и с этим вот ресурсом ты должен что-то сделать, ты должен обеспечить безопасность, как ты это будешь делать, ты же не будешь делать подряд, просто вот все закроем тут, потом закроем тут, тебе надо выбирать приоритеты, как это делать, а мы с риском, другое направление связанное с безопасностью это секьюрити аудит, я работаю в XSYNG, как я уже говорил, XSYNG это по сути социальная сеть для поиска работы, то есть многие из вас могли видеть LinkedIn, более известный и популярный в наших странах и там в штатах и в части Европы XSYNG он распространен в Германии, Австрии и Швейцарии и я работаю в команде мессенджера, то есть мы делаем внутри платформу, на фейсбуке они в какой-то момент разделили фейсбук и сделали отдельно мессенджер, у нас пока что это часть платформы, ну то есть как в контакте например, то есть реал тайм ты видишь, что кто-то печатает, у тебя все апдейтится на ходу и вот мы когда делали первую версию этого мессенджера, перед релизом мы приглашали стороннюю компанию сделать нам security audit и они сделали нам репорт с приоритетом критично, не критично, что-то совсем минорное, которое можно просто не делать, ну просто не упоминают, что оно есть, но они не рекомендуют тратить время на фикс этого и security audit что включает, что например там нет утечки пользовательских данных, то есть это самое основное, то есть в моей соцсети мы храним какие-то пользовательские данные и вы могли слышать, сейчас в Европе вступил в силу закон GDPR, называется General Data Protection Regulation, который защищает персональные данные людей. Это как в Америке? Это жестче, чем в Америке. Поэтому если мы компания, мы берем чьи-то данные, мы должны гарантировать их сохранность, иначе человек просто потом на нас подаст суд, и мы ему выплатим пару миллионов, и суд будет на его стороне. Поэтому это очень важно, это очень большие деньги, и серьезные компании серьезно к этому относятся. Понятно, что если это какой-то стартап, и они хотят поднять денег, и у них 2000 пользователей, ну никаком security audit речь не идет. Но если эта компания, как у нас порядка 5 миллионов активных пользователей, и тут как бы невольно задумаешься. Второй момент, мы делали end-to-end encryption в чатах, ну например, как в телеграме, да, то есть можно в телеграме end-to-end шикрованный чат открыть с кем-то, который доступен только на твоем одном девайсе, и на одном девайсе другого человека. Вот, и мы когда полностью запилили, то есть мы это делали где-то почти полтора года, перед тем, как релизить пользователям, мы тоже проходили, мы проходили два security аудита, и получили, с некоторой компании, которые делают аудит, они могут выдавать сертификат. Ну, например, там, из известных это Norton Securities, вы можете слышали нортон антивирус, но они еще делают security аудит, и они выдают сертификат, что нортон гарантирует, что эти чуваки секьюрные. И да, рынок вакансий немного ниже, чем в обычном IT, но он вполне реальный, и на самом деле хороших специалистов не так уж много, то есть рынок небольшой, но хороших специалистов тоже немного, потому что если там грубо говоря даже в мое время на QA приходил в компанию человек с гуманитарным образованием, он там просто классно английский шарит, и логика у него работает, и мы его с норядом что-то подучили, и он сидит там тестирует, ну типа ок, заказчики довольны, компания довольна, человек получает зарплату, в общем всем классом, но security аудит так не проканает, тебе надо иметь именно направленное образование, то есть будет важно какой у тебя диплом, какая у тебя специальность. Да. А вы когда в security аудит, там вы получаете практические навыки, или там криптология, тоже надо знать криптологию как таковую. Смотри, для интернет крипшина нам делали каждая компания, аудит состоял из двух частей. Общий аудит, то есть это нетворкинг, это там обфускация приложений, ну то есть какие-то такие самые общие штуки. А второй был криптоаудит, то есть это чуваки, которые специализируются именно на криптографии и они первое, они проводили аналитически, то есть они смотрели наш протокол, то есть у нас blueprint протокола, то есть что мы делали, посмотрели, что мы действительно сделали то, что у нас написано, что мы собирались это делать, ну то есть мой код дали и вот ну и потом они пробовали разные атаки типа man in the middle там replay attack то есть у них уже есть специальный софт и они с помощью этого софта это все эмулируют специальные прокси и так далее они даже показывали вот два девайса вот мы сделали вот это вот это вот у нас есть man in the middle ну вот ну например там есть такая штука как certificate pinning то есть во первых сейчас все уже пользуются HTTPS если вы заходите на ресурс он HTTP то как бы я бы не стал ему доверять я надеюсь что это преподают потому что в моем время нам не преподавали как работает HTTPS но я заканчивал я помимо физтех я когда учился я ну в один семестр я записался в универ Шевченко по отзывам были очень хорошие преподаватель в академии Cisco и курс CCNA ну это типа самый базовый сетевой курс от Cisco то есть там TCP, IP UDP, BGP ну то есть самые базовые протоколы которые есть сетевые и частично там HTTPS вот ну то есть HTTPS он построен на сертификатах на сути на системе доверия то есть есть вот допустим вы доверяете Даша да но Даша не может вам постоянно говорить вот этому человеку верь а вот этому не верь ну потому что ее не хватит поэтому Даша говорит окей вот есть два Андрея я им доверяю а вы можете доверять им и задавать уже им свои вопросы то есть это получается вот есть корневой сертификат этот корневой сертификат имеет структуру дерева получается и конечный сайт он имеет листочек этого дерева сертификат и ты когда загружаешь сайт по HTTPS ты удостовериваешься в валидности сертификата проходя цепочку этого дерева то есть вот этот потом следующий кто выдал этот сертификат потом уровень выше и так далее ты доходишь до какого-то корня и если ты прошел этот маршрут значит ты знаешь что это действительно сертификат принадлежащий данному сайту данной компании ну а сертификат это по сути электронная цифровая подпись которую ты можешь проверить принадлежность этой подпись есть такая например атака когда подмена сертификата то есть ты подменяешь не там какой-то сервер а ты подменяешь именно этот сервер который говорит что это валидный сертификат и ты можешь собственно по сути построить HTTPS сессию с кем-то то есть вот ты взял фейковый сертификат ты подменил еще сервер который говорит что этот сертификат не фейковый а настоящий и все и тут получается есть механизм защиты ну то есть ты когда получаешь то есть твое приложение говорит с твоим же сервером то есть ты знаешь какой у тебя сертификат и способ защиты самый банальный ты просто ходишь в приложение что сертификат именно такой а не любой который принадлежит типа принадлежит к синглу ну вот ну то есть вот это например то что чуваки нашли на security audit говорят что ну типа по хорошему надо сделать именно вот такую подвязку вот еще какие-то вопросы или окей помимо скажем так прикладных и денежных есть более интересные и скажем так тоже денежные здесь я не знаю может кто-то из вас еще видел помнит Полину Байденко но здесь поле ее нагрузится Оксана Шадбура моя подружка вот ну как бы я не спрашивал их разрешения поэтому лица не видно но это они Оксана Шадбура она училась на ФБ она хотела пойти на аспирантуру на фестер не сложилось она пошла на ИПСу а потом посреди своей аспирантуры на ИПСе она узнала что есть PHD программа в ЦЕРН и она поехала в ЦЕРН она уже защитила в ЦЕРН и PHD по обработке данных то есть она там на плюсах на C-шарпе что-то она там писала короче я не вникал в ее работу сильно вот ну она одно время отвечала за один из детекторов то есть вы знаете там есть CMS Atlas и еще какой-то детектор там три детектора один ну вот она на CMS работала и она там например отвечала там у них есть ну как бы как ЦЕРН работает даже не приехал какой-то чувак да там с Василенком и Тараненком делать лабы давайте на коллайдеры сделаем лабы ой что-то не так получилось давайте примерим ну то есть сидит чувак где-то в Токио он отправляет им запрос я хочу такой-то эксперимент с такими-то параметрами они его ставят в очередь и коллайдер ему этот эксперимент прогоняет потом данные там терабайты данных ему выгрузили или там он им залил они ему обработали эти данные как-то и обработанные уже меньше данных типа отправили и он ну окей спасибо ЦЕРН вот и она собственно тоже менеджала вот эти вот очереди она рассказывала про одного экспериментатора из Харькова физик-экспериментатор он из какого-то института академии наук вот и она говорит типа чувак какой-то там эксперимент запланировал потом он типа что-то там не заполнил она ему написала что чувак мы не запустим потому что там надо еще какие-то от тебя там данных он ей не отвечает он говорит ну типа я ему еще раз пишу потом пишу уже в этот институт они говорят что его призвали он пошел в АТО вот нет не призвали он добровольцем пошел вот ну потом другой пример тоже вот это они на год младше меня Дайсон я же не чувствую на год в следующем в 61 на два года младше нас учился Андрей Матвиенко он закончил бакалавраат на физтехе он поступил на магистра в Германию в Германии в принципе образование условно бесплатное то есть в государственных университетах кое-к большинство и не государственные это обычно какие-то MBA там что-нибудь бизнес там еще какая-то вот а технически они все в основном государственные ты платишь 200 евро в год причем эти 200 евро входят там какие-то учебники входят в проездной там еще что-то и все это вся стоимость обучения то есть не как в Штатах там 10-15-20 тысяч 70 тысяч обучение что-ли не немецком нет есть англоязычные есть 50 на 50 у меня например я немножко отойду в сторону от истории про Андрея у меня приятель в Гамбурге есть он закончил в Торнополе бакалавра во Львове магистра работал андроид-разработчиком накопил денег и поехал в Германию еще одного магистра получить в Гамбурге по искусственному интеллекту и у него полностью англоязычная программа то есть 100% лекции у него на английском ну и вот он уже сколько он 4 семестра отучился ну поскольку там ну типа подход западный то есть ты сам выбираешь какая у тебя нагрузка и он сейчас работает частично и частично учится и он взял там очень мало себе предметов поэтому он скорее всего будет 6 семестра учить эту магистрскую программу а не 4 семестра ну вот есть люди которые там за 3 семестра ее делают пишут тезис магистрскую работу диплом и защищаются и все вот так вот Андрей он поехал на магистрскую программу а потом пошел на PHD и он где-то год назад он защитил PHD в Германии если я правильно помню это по-моему human-computer interaction направление то есть там всякие какие-то модные штуки там ну то есть от банальных мышек до каких-то альтернативных способов взаимодействия до там brain-computer interaction когда ты напрямую с мозгом там работаешь и так далее вот и он недавно вот вернулся в Германию он был полгода в Ирландии на postdoctoral research то есть когда ты защищаешься обычно есть программа для тех кто только защитился для молодых ученых тебя приглашают ты работаешь получаешь зарплату делаешь какие-то исследования ну которые там интересны тебе по твоему профилю и интересны соответственно организации которые тебя приглашают это обычно какие-то институты вот ну если опять же говорить не только о физтехе потому что у меня это физтех у меня другой товарищ он закончил шефу химию магистра и поехал на PHD в Нью-Йорк он там защитил PHD и работает я забыл как называется там маленький институт какого-то ну олигарх условно какого-то миллионера американского вот ну я сейчас к сожалению не вспомнил вот ну он живет на Манхэттене прям вот в пяти кварталах вот центрального парка мы там с ним гуляли вот ну говорит типа интересно у них в институте у них например есть практика когда ну что-то типа TED конференции когда приходит человек он рассказывает что-то о своей специальности но он это рассказывает не своей аудитории то есть не той же области специалистам а просто широкой аудитории вот ну в основном это широкая аудитория ученых он например выступает биолог а его сидит слушает нам физик и математик и там химик ну вот и очень интересно он там рассказывал еще в то время сейчас уже об этом пишут пересадка какашек ну на английском fecal transfer то есть кто-то кому-то пришла в голову гениальная идея что на самом деле полнота она связана не столько там с генетикой или там много ты физкультурой занимаешься или мало она связана с микроорганизмами которые живут в кишечнике и они проводили эксперимент брали худых и толстых кроликов и давали им курс антибиотиков который полностью убивал бактерии но перед этим они брали у них микрофлору кишечника и худым кроликам они вживляли микрофлору от толстых и соответственно наоборот и показали что худые кролики стали толстеть толстые кролики начали худать и в штатах уже сейчас на коммерческой основе делают такие штуки людям то есть есть потенциальные люди которые склонны к худоде у них берут микрофлору и пересаживают это толстуна перед тем убивают полностью всю микрофлору и толстуны начинают худать и называется пересадка какаши fecal transfer еще пример ну с моего потока двое ребят один защитился просто на физтехе аспирантуру закончил он преподавал тут Python сейчас работает Python developer а еще этим защищался у Дороговцева то есть он писал бакалавром у Дороговцева мальхистрову Дороговцева и кандидатскую Дороговцева вот ну сейчас он как бы числится там на какие-то полставки в институте математики и работает в компании которая занимается natural language processing ну то есть воспринятие человеческой речи или там текстов и собственно ну типа как бы построение каких-то там паттернов анализа то есть ты там сказал что-то и тебя компьютер понимает вот ну есть разные подходы в этом то есть есть например на основе искусственного интеллекта когда мы строим какую-то нейронку там многошаровую обучаем ее и она там умеет понимать ну там у Google или например у Apple Siri это вот на нейронных сетях они используют статистические модели ну то есть как бы если ты возьмешь там миллион или там миллиард книг ну там никаких страниц допустим да или предложений из книг ты из них можешь вывести какую-то статистическую модель то есть как-то связывать слова расположение слов в приложении с тем какой-то вот и он собственно вот работает в компании он строит им эти стат модели ну потому что по статистике писал все работы свои ну так как дороговцы вот даже тер верим от статистики еще с моего потока девочка с физики живых систем она закончила она долгое время она делала марафеты девушкам типа ну как этот как это называется ну типа визажист да вот я думал ну окей ну типа каждому свое а потом в какой-то момент она переехала в финляндию на ресерш работу в институте она там что-то занимается сейчас какие-то там клеточки там чем-то там каким-то током они фигачат что-то они там измеряют ну не знаю или она ко мне в хосте заедет или акне тогда я узнаю больше чем она там занимается конкретно то есть я знаю там из переписок в фейсбуке и просто ее постов вот то есть есть вариант заниматься наукой и наука это не всегда неприбыльно просто ну есть определенные правила игры вот говорил вот этот мой товарищ из Нью-Йорка он говорит сейчас если ты хочешь заниматься какой-то работой то твоя работа должна быть секси то есть ты ее должен продать людям которые будут готовы платить деньги во-первых на твои исследования а чувак он занимается в Нью-Йорке масса спектроскопией вот то есть ты должен сделать это для богатеньких дядь которые имеют денежки но они на самом деле не очень глупенькие потому что глупенькому сложно заработать много денег ты должен им сказать что-то что их вдохновит дать тебе денежки то есть ты должен уметь себя продать уметь продать свою работу свои следы но это возможно можно заниматься конкретно криптой здесь здесь на картинке ну вот это в углу синенькое это есть такой мессенджер сигнал может быть знаете может быть не знает эти ребята они написали свой мессенджер и они сделали по сути де-факто сейчас стандарт в энд-то-энд шифровании в мессенджерах они написали сигнал протокол я дальше рассказывал на чем он основан я сейчас с головы точно не скажу вам название алгоритмов этот протокол использовал ватсап с небольшими модификациями но все равно потом следующее это секьюр чат это больше корпоративный чат но типа для корпораций которые даже внутри компании они там хотят быть супер секьюр ну окей потом следующее это от google алло мессенджер потом facebook мессенджер то есть в facebook мессенджере тоже есть энд-то-энд шифрованные чаты они просто опциональные ватсапе они по умолчанию то есть у тебя обычных чатов нет ватсапе скайп использует у себя тоже сильный протокол вайбер и вайбер потом вайбер это тоже типа мессенджера эти ребята они сделали свой протокол но он во многом основан на Xignal протокол ну и собственно вот наш Xign мессенджер мы тоже делали антон шифрование скажем так наш протокол основывался на протоколе сигнал то есть мы его не один в один имплементировали потому что нам надо было этот протокол впихнуть в нашу инфраструктуру и поэтому нам пришлось его немножко модифицировать и под нам я говорю не обычным девелоперам или там QA которые учились на FB и у них была фиктография они настолько крутые нет у нас был консультант который полностью разрабатывал наш протокол то есть мы пришли и сказали чувак нам нужны N2N шифрованные чаты ты можешь нам придумать протокол как-то сделать чтобы они были реально расшифрованные и никто не мог их захачивать он говорит могу мы говорим но есть алее в одне але у нас есть вот такие-то ограничения как можно давайте использовать сигнал мы говорим да но вот это мы не можем сделать а вот это у нас не так и по-другому мы сделать не можем давай модифицировать сигнал протокол под нас и он просто работал как консультант с нами получал неплохие денежки и писал этот протокол и время от времени смотрел что мы сделали проводил какой-то свой собственный аудит помимо этого он сейчас участвует в проекте это просто есть организации которые выделяют деньги и люди по всему миру он говорит что он многих своих коллег он никогда вживую не видел потому что ну есть криптографы которые прям трушные IT чуваки они ни с кем вообще не общаются они там живут в каком-то подвале заказывают себе еду под дверь и деньги просовывают там или карточкой рассчитываются вот они работают сейчас над протоколом end-to-end шифрования для имейлов есть сейчас уже прототипчик это плагин к Thunderbird называется Enigma E-mail ну Enigma и E-mail вот ну и их там человек 20 или 30 работает но есть много других задач в криптографии когда большие компании какие-то фонды даже государства выделяют деньги на то чтобы люди разрабатывали какие-то протоколы и это не значит что я прям с нуля придумал какой-то супералгодиум шифрования нет ну такое есть но не всегда ты используешь много существующих вещей но их надо увязать между собой ну потому что например end-to-end encryption который у нас то есть у нас само шифрование происходит симметрично потому что асимметричное шифрование оно более ресурсозатратное и типа каждый раз шифровать расшифровывать асимметрично это сложно ну особенно на телефоне хотя мой телефон сейчас уже более произведенный чем компьютер который у меня был когда я поступал на физтех но тем не менее надо как бы экономить ресурсы плюс симметричная картография она на самом деле ничем не хуже асимметричной достаточно иметь просто хороший алгоритм и довольно большой ключ потом ну этот ключ надо как-то между у двух людей чтобы он появился да можно сказать ребята мы сделали фичу короче ты встречаешься с человеком вы придумываете ключ записываете бумажки вводите его тут у себя в приложении и у вас будет n-to-n шифрование классно очень удобно и нам пользователь скажет идите нафиг то есть тут уже надо сделать генерацию общего секрета да ну то есть на основе дефи хеллмана мы берем генерацию общего ключа там по каким-то пропертям у тебя допустим этот ключ слабый получается соответственно ты начинаешь навешать какие-то другие алгоритмы чтобы там как-то увеличить рандомизацию там что-то чуть-чуть ну то есть ты не изобретаешь ничего нового ты просто играешься с существующим то есть ты играешься с параметром ты играешься там с подбором эллиптической кривой еще с чем-то и смотришь какие как меняются параметры на выходе и соответственно вот под задачи людей ты выбираешь окей вот для этой задачи используйте это это и это а для этой задачи используйте вот это и вот это и вот это вот то есть в принципе в этой области задач тоже хватает но естественно что если я там пару раз перечитал этот протокол чуть-чуть полистал википедию я разобрался как у нас работает это эндшифрование там сидел с листочком а естественно что ну как бы с таким подходом вы не будете работать в этой сфере то есть чувак реально он там сходу его там ночью разбуди он тебе целую лекцию прочитает там по-любому этому самому причем объяснит там конкретные вот вот это вот свойство оно влияет на то-то на то-то или вот этот параметр на входе там например над каким полем ты выбираешь там кривую и там какая кривая оно повлияет на то на то или на то то есть ну для этого надо учиться надо быть специалистом и надо владеть своим доменом вот так же у нас в Украине тоже поздние банки например как бы не круто когда у тебя кто-то денежки со счета спишет ну и вообще сейчас смотрите ну это все тут сколько мессенджеров на картинке сейчас каждый пытается сделать свой новый мессенджер там кто-то может взять протокол кому-то он не подходит то есть им надо снимиграться то есть ну есть есть задачи есть над чем работать вот вот вопрос нет вам перерыв нужен тогда мы продолжим да ок ну можно просто сделать это завтра собственно вернемся к моим историям то есть это я рассказал истории о других людях вернемся к моим историям как я попал на full time job то есть это тоже произошло случайно ну у меня просто я вот учился себе на пятом курсе получал повышенную стипендию получал какие-то деньги на расходы от родителей там какие-то у меня были сбережения там потому что я был подрабатывал на фрилансе и сосед в запчаге говорит у нас тут открылась вакансия типа automation engineer ты вот как бы программить шаришь ты не хочешь типа пойти попробовать на собеседование я говорю ну давай я типа схожу когда-то не был на собеседовании потому что на фрилансе там это через знакомых им надо было сделать подешевле мне было ок потому что это не мешало учебе вот я пошел пришел носить собеседование понял что типа вот ко второму собеседованию надо будет уже готовиться вот я готовился ко второму собеседованию пришел вот но наверное мне очень сильно помогло то что я делал это больше ради интереса то есть я не искал эту работу у меня не было чувства что мне нужна работа потому что ну например если у меня не будет работы я не найду в ближайшие два месяца работы у меня не будет что есть или там за что купить вещи или заплатить за общагу я пошел ради интереса и это наверное помогло мне как-то спокойнее относиться к интервью то есть я пошел сам ну окей типа пройду классно не пройду ну окей типа ну все справедливо то есть я в принципе понял что там ребята как бы не предвзятые они просто ну смотрят подходишь ты им не подходишь знаешь ты или не знаешь умеешь ты думать или не умеешь то есть они не говорят блин ты фиговый чувак ты мне не понравился у тебя там шмотки не те или еще что вот ну я вот прошел и начал работать в компании Когневцы она до сих пор есть они сейчас уже где-то на Голосеево вот то есть за мое время они два раза переехали потом туда я ушел они еще раз переехали то есть она постоянно мигрировала по Киеву вот но я пришел компания была 60 человек а сейчас по-моему около 300 человек в компании ну и там много тоже ребят с Фестеха я встречал и старших и младших по отношению ко мне да получается с работой мне как бы вот это была такая ну счастливая случайность то есть меня пригласили все срослось я пошел мне в принципе понравилось то есть я проработал в Когнианс два года это до до недавнего времени это была самая продолжительная моя работа то есть вот буквально сейчас у меня уже два года и месяц как я работаю в Ксинг а в Когнице я проработал ровно два года то есть 24 месяца бывают неприятные ситуации но опять же очень сложно предугадать последствия я учился на шестом курсе то есть я уже работал с пятого курса получал на тот момент уже по-моему 750 долларов платил 150 гривен за общагу и чувствовал себя король жизни все круто 150 гривен общага поел какой-то мивинки или биту в седьмом корпусе и вообще красота вот и мы решили с другом он тоже работал он заканчивал медико-инженерный и он работал в Материалайзе Материалайзе это компания и IT и не IT они вообще основной их профиль это 3D печать и одно из направлений в 3D печати это они печатают протезы для колена то есть когда человек разбивает колено ему надо заменить кость протезом делают МРТ по МРТ строят 3D модельку по 3D модельке делают 3D модельку протеза ну и потом эту 3D модельку будут распечатывать на принтере вот и вот когда они сделали эту модельку протеза есть специальный quality engineer который берет изначальные МРТ и берет вот эту модельку и он должен сопоставить и сказать подходит это или не подходит то есть могли быть ошибки на этапе создания 3D модель ноги существующую могли быть ошибки на этапе создания 3D модель этого протеза вот и вот этим занимался мой товарищ и мы с ним решили что нам надо развеяться и поехать на концерт в Крак там был фестиваль кок фестивал хедлайнер и мюз 30 seconds to mars chemical brothers пеннигет и диско ну короче мега крутой фестиваль и почему-то фестиваль был в середине августа и мы решили что еще лучше идея в июне пойти и прыгнуть с парашютом а простите это не шестой это пятый курс это перед шестым потому что в июне шестого курса у меня же защита диплома была это был пятый курс то есть я там сдал какую-то сессию там активный экзамен что-то такое вот и мы поехали прыгать по черниям на прогресс вот мой друг сломал но сломал в стопе кости ну и там гипс на два месяца ну понятно он никуда не летит shit happens shit happens ну типа ситуация как бы невеселая что делаю я я предлагаю девушке с которой у меня были сложные отношения в общем но я предлагаю ей пойкать со мной ну типа целью понятно наладить отношения ну естественно ничего бескорыстного не делается ну и мы едем на фестиваль оказывается что едут ее товарищ она из Хмельницкого и едет ее товарищ какой-то тоже из Хмельницкого со своими друзьями и вот в этой компании друзей то есть вот моя подруга ее товарищ и этот товарищ товарища моей подруги сам себе дедушка да я познакомился с человеком который потом очень сильно повлиял на мою жизнь то есть он повлиял на мое место работы на друзей которые у меня сейчас есть то есть вот как бы все началось с того что мой друг сломал ногу то есть если бы он не сломал я бы поехал с ним на фестиваль и никогда бы не познакомился с этим человеком то есть ну вы не всегда можете даже предугадать вот что-то что кажется вот сейчас здесь и сейчас плохим какие последствия этого плохого будут в дальнейшем то есть это возвращаясь к тому что я вот граф с гугла показывал да что граф он детерминистичный а жизнь она не детерминистичная вы не можете предугадать как оно обернется ну и это можно сформулировать более в общем то есть не shit happens а просто случайности случайные они случаются ну то есть ну разное в жизни происходит и кто-то живет спокойной размеренной жизнью зарабатывает достаточно денег и думает что у него все в жизни хорошо тут у него там не знаю начинает болеть голова он идет к доктору говорят у вас там рак второй степени you never know поэтому просто надо принять и смириться что вот есть такая неопределенность в жизни и второй вывод ну в данном случае в рамках слайдом который мы посмотрели это будет третий но второй из этой истории с концертом что всегда у любого события есть краткосрочный эффект и долгосрочный эффект и они не обязательно имеют один и тот же окрас то есть не обязательно и тот и тот будет позитивным или тот и тот будет негативным ну простой утрированный пример вы заходите в аудиторию кто-то оставил свою сумку там лежит кошелек ну вы можете просто взять украсть этот кошелек потратить эти деньги short term у вас win то есть вы деньги взяли вы их потратили как-то поразвлекались а long term вас скорее всего поймают за это и вы понесете наказание бывает наоборот бывает когда краткосрочно вы проигрываете ну то есть банально например люди которые ставят себе цель построить карьеру или там добиться славы они учатся они занимаются то есть long term они проигрывают потому что ну как бы я слабо верю что кому-то прям в кайф учиться это сложно это может быть интересно но чтобы был результат это должно быть сложно это точно так же как ты можешь просто пойти поиграть в футбол и это классно это весело но если ты хочешь стать спортсменом то ты должен работать так чтобы с тебя седьмой пот выходил и ты клял этот спорт и говорил я больше никогда не буду заниматься но ты вставал в свет на следующий день и говорил блин нет я хочу достичь этого то есть short term ты проигрываешь но long term ты можешь стать следующим например рональдо и бегать там с улыбочкой и забивать по 4 мяча за матч что случилось дальше то есть мой друг поломал ногу я поехал с девушкой и встретил нового знакомого этот знакомый он меня позвал в циклом я тогда работал в Когнянсе уже то есть это как раз два года было он работал с циклами на на Дачан там интересный проект он на тот момент уже где-то полгода работал он постоянно мне рассказывал что это самая лучшая работа в его жизни он сам с фиота он в восьмерке тут жил но как бы мы вместе из Хмельницкого мы же учились в одно время в КПИ он на год раньше у меня учился ну то есть он фиот и офисер то есть как-то ну направление плюс-минус хотя бы одно но познакомились мы в Кракове через девушку которая поехала со мной потому что мой друг сломал ногу ну типа what the fuck и в тот момент я решил что типа ну окей мне типа в Когнянсе нормально но мне предлагают вот такую возможность надо попробовать из возможности выжать максимум а я в Когнянсе в тот момент получал полторы тысячи долларов а когда у меня первое собеседование с заказчиками из Циклова ну естественно вопрос про зарплату я говорю что я хотел бы три тысячи мне говорят окей ну это классно ну потом было техническое собеседование я прошел техническое собеседование и все буквально там за там три собеседования которые по часу каждая занимала и одно практическое задание которое я делал дома я потратил на него там пять часов я увеличил свою зарплату в два раза поэтому следующее чему я научился что надо спрашивать надо просить потому что обычно тебе никто ничего просто так не предложит потому что если те кто-то что-то предлагает то скорее всего это не просто так вот но очень часто не предлагают поэтому надо не бояться попросить или спросить естественно если ты просишь то это должна быть какая-то адекватная просьба то есть ты не можешь попросить слушай дружище ты можешь сходить там набить кому-то морду ну это как бы не совсем ок но попросить выше зарплату попросить повышение на работе это очень бог этого надо не бояться и это надо делать просто бывают ситуации когда человек например работает работает его не повышают он начинает постепенно задуматься блин как бы кого-то там повышают а его не повышают потому что он не просит повышения а он думает что они должны прийти и скажет чувак ты такой классный давай мы тебя повысим а зачем им платить тебе больше ну это же их деньги они тебя не повышают они себе сохраняют деньги ну как бы все логично но человек об этом не думает и в какой-то момент у него вот эти эмоции накапливаются он думает все так надо все таки пойти повредить и он говорит повышайте меня повышайте меня там в два раза они говорят чувак да нет все время мы тебя там не можем сейчас повысить и он на фоне этого ну а бывает всякое ну то есть компания это бизнес и у них не всегда все гладко то есть бывает хорошее время они убирают плохие они там бывает планируют бюджет они говорят например мы запланировали вот столько денег тратить на зарплаты и мы сейчас себя не можем повысить а может повысить там со следующего квартала или со следующего полугода или со следующего года смотря на как долго они планируют финансы и человек тогда говорит блин все типа я увольняюсь ну и по сути то есть он создал проблему на ровном месте если бы он вовремя заблаговременно просил и спрашивал о повышении и его бы повышали по чуть-чуть но длительное время то все было бы у него хорошо поэтому я говорю не всегда стоит просто принимать то есть многих студентов их берут в компании и платят там смешные деньги ради опыта такое бывает да там когда ты условно зайду работаешь но тут тоже надо понимать что есть компании которые именно на этом специализируются то есть у них в принципе практически нет там senior level людей они берут студентов студент там год-два работает а потом студент понимает что он может найти себе работу лучше и он уходит но за эти вот два у него есть что написать в резюме у него есть что рассказать на собеседовании что я работал там-то я делал то-то и то-то и то-то и это как бы ну тоже ок вариант то есть такое бывает бывает когда не все гладко бывает когда например ты идешь в компанию ты понимаешь что это не твое но у меня такое было то есть я даже это нигде в резюме не указываю то есть я пришел в компанию я там проработал месяц и ушел оттуда потому что мне на собеседование ну то есть на собеседование да по сути если так по честному говорить то врут двое да собеседуемый и собседующий то есть собеседуемый хочет получить работу и он конечно подрасскажет что он там делал и то и то хотя он это не делал а делал это его товарищ но он просто может рассказать об этом потому что он с товарищем за пьем это обсудил и он просто пересказывает красиво да ну почему нет ну все же сдавали чужие лабы ну да а собеседующий он тоже им нужен кандидат, они естественно скажут что мы самая лучшая компания и вообще типа самый интересный проект и вы просто там скажете, что мне не надо зарплаты мне просто счастье у вас работы но не всегда так то есть я пришел, мне рассказали одно а оказалось совсем другое с точки зрения процесса с точки зрения самого проекта и тут тоже не надо не надо бояться признавать в первую очередь перед самим собой, что ты в чем-то ошибся или что-то не получилось потому что чем дольше ты будешь себя обманывать, тем ты больше будешь получать ситуацию вообще есть такое выражение в бизнесе, оно звучит так, fail fast ну то есть если ты стартапер, если ты хочешь начать какой-то бизнес, какая-то идея у тебя есть, сделай что-то быстро что можно уже как-то использовать не обязательно сделать это круто не обязательно сделать это с миллионом фич сделай основное дай это пользователям если им это интересно ищи инвесторов накручивай фичи, развивай продукт если им это не интересно да, ты вложил какие-то деньги забей на эти деньги начни что-то другое потому что есть люди, которые сделали что-то дали пользователям, они думают ну наверное им надо больше фич они начинают еще деньги вкладывать еще деньги, то есть они не хотят признать что это уже провальный продукт и они начинают вкладывать еще, еще, еще потом в итоге, в конечном моменте они поймут, что это провальный продукт но вместо того, чтобы сказать сразу и потерять там условно допустим 100 тысяч долларов они теряют там миллион потому что они продолжали вкладывать потому что они думают, что ну вот еще вот это доделаем и тогда оно взлетит нет, не взлетит ну типа, если у вас стальной самолет не из листов а именно вот там такая там 5-сантиметровая сталь но он никак не взлетит моя знакомая, бывшая коллега на себе сделала татуировку never a failure, always a lesson неудачи случаются вы ошибаетесь, все ошибаются иногда неудачи случаются просто так потому что как и везение, так и неудача они тоже имеют вероятностную составляющую и вот какой-то великий рандом вот так вот распорядился из любой неудачи, из любой ошибки всегда можно сделать выводы всегда можно чему-то научиться и всегда можно найти какие-то варианты решения опять же, если взять мою историю про поломанную ногу девушек ну типа, друг сломал ногу я могу сказать, ну окей я типа, тоже не полечу сдать билеты и все ну типа, вот расстроиться вот такая вот фигня но я начал искать варианты типа, я хочу полететь на форс давай-ка я полечу с кем-то другим а не с другом но в итоге это очень сильно потом повлияло на мою жизнь в положительную сторону поддерживайте связи ковалентные и не только в том плане, что ну на первую мою работу меня порекомендовал и позвал парень из общаги мы жили в соседних комнатах в одном блоке он фи вторая я в первая на вторую работу когда я зарплату поднял себе в два раза меня позвал чувак с которым я познакомился мы с ним познакомились и потом когда мы вернулись из с Кракова и с фестиваля мы продолжили с ним общаться то есть если бы я с ним не продолжил общаться он бы меня не позвал я бы не увеличил свою зарплату в два раза потом после циклума меня тоже парень с Новый поток он работал в ВПАМ он меня позвал в ВПАМ я тоже еще поднял свою зарплату плюс я пришел на проект который мне позволил съездить два раза в Штаты по три недели в командировке я за эти 6 недель командировок я посмотрел много чего в Штатах я получил американскую визу это самое главное цена в то время давалась на 5 лет вот скоро она у меня заканчивается и потом я смог с этой визой еще слетать в Штат то есть на самом деле даже вот в Германии да там очень низкий уровень коррупции в принципе есть везде у нас в стране она просто просто всюду и в большом масштабе в Германии это что-то маленькое оно даже не совсем выглядит как коррупция в Штатах наверное чуть-чуть больше в Италии еще больше но не так как в Украине там в какой-нибудь Сербии или Боснии то есть у меня есть коллеги из балканских стран они говорят что у них практически как у нас чуть-чуть лучше но почти что как у нас ну то есть все решается за бабло и бабло побеждает зло или у меня есть коллега из Индии он тоже говорит типа блин в этой Германии она все делает по правилам а не всегда но очень удобно и приятно говорит в Индии я бы пришел просто дал бы денег и мне бы все решили ну так есть такой мир вот но даже в Германии есть понятие витамин B я забыл немецкое слово у меня с немецким пока не очень я прокрастинирую потому что у меня рабочий язык английский я типа немецкий не сильно спешу учить ну я типа так что подучиваю но не сильно вот но это слово означает собственно вот эти вот связи на немецком и в Германии например ну какую-то хорошую особенно интеллектуальную работу не всегда легко найти ну кроме IT потому что IT всюду дефицит там IT и около IT то есть все что связано с ITшниками там девелоперы тестеры там security криптография там ну все что угодно там сети администрирование там да там проще но не знаю даже офис менеджером не всегда просто найти работу в хорошей компании за хорошие деньги и очень много людей они устраиваются именно по знакомству знакомый рекомендует и у тебя уже fast lane то есть вот у нас в Киеве вроде приняли никто не соблюдает но у нас есть полоса для автобуса то есть автомобили на нее не заезжают автомобили тянутся в пробке автобус автобус по fast lane едет вперед и вот знакомство это вот этот вот автобус поэтому очень ну важно поддерживать связи с людьми там время от времени как-то общаться потому что ну ты никогда тоже не угадаешь как тебе пригодится человек в жизни в общем попользовался своими связями тут мне предложили пособеседоваться в Ксинг ну и соответственно с целью переехать в Гамбурге работать в Гамбурге в Ксинге я прошел первое собеседование онлайн я прошел второе собеседование онлайн меня пригласили на третье к ним они мне оплатили самолет оплатили отель причем собеседование было в пятницу они мне обратный билет на вечер воскресенье взяли чтобы я мог погулять по городу посмотреть город ну я как опять же я об этом попросил то есть они меня собирались собирать билет я прилетел утром в пятницу вечером я улетел домой я сказал что я хочу посмотреть город ну потому что я никогда не был в Гамбурге и как бы я буду соединить на собеседовании, как я буду принимать решение. Я говорю, что я сам заплачу за свой отель, просто вы мне берете обратный билет на позже. Но они мне заплатили за отель. То есть я не просил об этом, но они уже заплатили. То есть я сделал один шаг, они мне сделали один шаг на встречу тоже. Ну, в общем, я поехал, посмотрел. Вроде прикольный город, тогда погода была, конечно, дождь, ветер. Причем дождь практически горизонтальный, потому что ветер так дует, что дождь будет идти до горизонтального. Но тем не менее город красивый, все вроде классно. И они говорят, все, ты прошел собеседование, вот тебе оффер. Я говорю, ну, мне надо где-то недельку подумать. То есть опять же, никогда не спешите с ответом, никогда даже, если вас торопят. Если вас прям сильно торопят и подталкивают к ответу, лучше тогда выберите более безопасный ответ. То есть, например, в этом случае это был бы ответ нет. То есть, вы ничего не меняете для себя. Потому что обычно это может плохо закончиться. То есть, дайте себе время подумать. Я дал себе это время, я дал неделю себе подумать и надо было принять решение. Что я сделал, я вспомнил правило 4. Кто вспомнит правило 4? Правильно. На самом деле, это было правило 3. И правило гласило о том, что у всего есть краткосрочные и долгосрочные последствия. И я принял это во внимание. То есть, я взвесил, какие краткосрочные и долгосрочные последствия могут быть для меня. То есть, краткосрочно я переезжаю, я в городе живу сам. Ну, у меня друг живет недалеко от Гамбурга, но такое дело. То есть, он живет 70 километров. И, естественно, я изначально понимал, что это не будет, что мы с ним каждый день видимся, он мне там во всем помогает и меня за ручку вводит. Долгосрочно я понимал, что я буду жить в цивилизованной стране, которая на высоком уровне в мире. Гамбург входит в 20-ку лучших городов для жизни по рейтингу The Times британского журнала. Ну, это, собственно, из того, что я говорил, что я взял неделю подумать. Правило 6. Откладывайте решение как можно дольше. Это тоже советуют даже бизнесмены. Всегда принимайте решение в последний момент. Почему? Потому что чем раньше вы примете решение, до реального какого-то эффекта. Ну, например, ну, например, Atlas Weekend, да, сейчас идет. То есть, Atlas Weekend закончится, они буквально сразу начнут продажу билетов на следующий Atlas. С одной стороны, они предложат вам хорошую цену, то есть, намного дешевле. С другой стороны, вы не знаете, какой будет лайнап в следующем году. То есть, могут пригласить Винника, Зиброва и там, не знаю, и в обобулах, хедлайнеров, и, наверное, вы захотите сдать свои билеты. Да, в данном случае у вас есть вариант продать билеты и так далее. Но забудем, вот считаем, что билеты без возврата. Еще и цена всегда одинаковая. Что бы делать я? Я бы ждал до последнего. Когда объявят лайнап, и я понимаю, окей, объявили лайнап, и сейчас могут билеты разобрать, все, сейчас надо решать, я беру билет или не беру. Если я буду еще дольше ждать, билеты могут разобрать. Вот. Я знаю больше информации. Чем дольше я жду с ответом, тем больше я знаю. Тем больше у меня информации для того, чтобы принять решение. В общем, прикинул я вот эти вот краткосрочные, долгосрочные последствия. У меня шла эта неделя, которую я взял на подумать. Но я понял, что все равно этого недостаточно, и я не могу принять взвешенное решение. Я много был в Европе, у меня много друзей, было в Европе, которые путешествовали. Но я понял, что я не знаю, как это жить в Европе, как это жить в Германии, как жить в Гамбурге. Я знаю, как жить в Украине, но я не знаю, как жить там. И я просто вот четко сказал себе, чувак, ты не знаешь, ты не можешь принять решение, основываясь на том, что вот тут есть свои плюсы, свои минусы, тут есть свои плюсы, свои минусы, ты их сопоставил, окей, победил вот это. Нет, потому что я не знаю, какие там плюсы и минусы. я четко понимал ну как-то со временем это пришло конечно, то есть я там когда учился на физтехе, я наверное этого совсем не понимал или понимал совершенно по-другому что такое ответственность ответственность в первую очередь за себя и за свои решения ну то есть у нас очень часто люди ну это вообще считается на самом деле признаком инфантилизма когда ты не берешь ответственность за свои действия за себя, ты ищешь оправдания ну то есть например представьте, что вы сидите в аудитории, а меня нет я опоздал на полчаса я могу прийти и сказать, ой извините вы знаете, там такие пробки и так далее это экскьюз это извинение, это ты оправдываешь себя нет я взял ответственность, что лекция состоится в 4 часа и это мои проблемы пробки, там не пробки град начался, там метеорит упал это мои проблемы, мои риски и в данной ситуации я должен был прийти и просто сказать извините, я опоздал, я виноват не важно по какой причине я виноват, потому что я сказал, что я буду в это время и я не был и все вот это вот ответственность, вот это вот взрослый подход у нас многие, к сожалению даже очень взрослые или компании они оправдываются вот ситуация в этом самом в жулянах, да, с авиаперевозчиками заказали чартеры там одни на других сваливают вину то есть по сути если разобраться в ситуации всегда виновата турфирма почему? потому что она предоставляет человеку тур неважно, кинул ее авиаперевозчик не кинул это она его кинул ответственность на ней потому что пришел человек сказал, я хочу поехать там в Турцию или в Египет они взяли у него деньги и они обязуются его туда отправить и нормальный здравый ответственный бизнес они в любом случае ихняя это вина не ихняя они будут извиняться и исправлять ситуацию а потом они уже будут решать с настоящим виновником но у нас, к сожалению, этого нет и они говорят нет, это вот авиакомпания виновата ну елки-палки так а что я тогда должен приходить и брать у вас вашу туры если вы никакой ответственности не несете если у вас те виноваты все виноваты ну вот и вот так вот и в жизни и у людей многих есть еще раз вы не устали вам еще интересно дверь открыта поэтому можно вставать и уходить у нас в компании open door policy то есть на всех митингах ты можешь просто молча встать и выйти потому что в какой-то момент ты можешь понять что это для тебя неинтересно не важно или просто у тебя какое-то срочное дело и ну не надо вот этой школьной типа можно и вы вот что еще может вам помочь принять решение это анализ рисков то есть вот я понимал что я не знаю как жить в Германии знаю как жить в Киеве я решил окей ну наверное надо бы попробовать да то есть ну хотя бы я узнаю как минимум что-то я с этого получу то есть если я там ну вот все вообще пойдет не так я по крайней мере буду четко знать что оно плохо там я в следующий раз не буду даже проходить собеседование когда меня будут звать в Германии я решил попробовать но просто так вот я решил и сделать но это не совсем серьезно вы могли уже слышать там на лексах или еще нет про анализ рисков и могли слышать что такое риск ну то есть риск по классическому определению то есть риск какого-то события да допустим у нас может произойти только одно событие это вероятность этого события на его влияние умноженное если у нас есть например вот какие-то стратегии поведения да и у нас вот в этой стратегии происходит это, это и это с соответствующими вероятностями то риск для вот этой стратегии будет считаться как сумма произведений ну и соответственно для другой стратегии другой набор вот я попытался для себя прикинуть какие же есть риски ну я понял что основной риск это какая-то непосредственная потеря денег которая связана с переездом ну то есть я буду переезжать я буду перезать вещи из Киева к родителям какие-то вещи буду забирать вот то есть это будут какие-то финансовые расходы второй риск который я для себя ну импакт который я видел это то что если все пойдет плохо то я потеряю потенциальную прибыль потому что в Германии из-за того что там выше налоги и стоимость жизни то в итоге там допустим я вот в месяц могу откладывать какую-то сумму вот я откладывал в Киеве допустим одну сумму а в Германии я смогу откладывать меньшую сумму потому что налоги и стоимость жизни съедят большую часть зарплаты хотя зарплата будет выше чем в Киеве ну я прикинул приблизительно типа вот я проработаю месяц это будет такая-то сумма я проработаю там полгода и решу вернуться это будет такая-то сумма недополученной прибыли то есть если бы я остался в Киеве я бы отложил там допустим за там полгода 12 тысяч допустим долларов а в Германии я отложил только 6 тысяч то есть я не и я решил вернуться то есть я понял, что Германия это плохо и я как бы потерял 6 тысяч ну то есть не то, что потерял то есть я их не терял я их просто не приобрел хотя мог бы приобрести вот ну вообще ну как бы вероятность, да это у нас от нуля до единицы ну или там в школе это проценты импакт ну тоже какое-то там число да, мы там берем какую-то метрику обычно она числовая да, потому что буквы на числа как-то множить не очень да потом их еще складывать между собой часто в бизнесе используют более упрощенную модель потому что ну не всегда ты можешь указать конкретное число ну например ну не знаю ну там какова вероятность что я сейчас подойду и сброшу вот ноутбук со стола 0.1 или 0.0.1 или 0.0.0.1 2.3.4 какая-то фиг его знает ну как число вообще-то без понятия поэтому используют упрощенную модель когда вероятности по сути там вводят могут 3 категории вести могут 5 категорий могут 6 ну вот я тут привел пример вот маловероятно возможно и скорее всего то есть возможно это около 50 на 50 то есть типа какая вероятность встретить динозавра да, на улице 50 на 50 можешь встретить можешь не встретить маловероятно то есть это скорее всего нет но конечно should happen. И скорее всего, да, это, что, скорее всего, это произойдет. Но, ну, грубо говоря, если взять какие-то, не знаю, медианы для этих, то тут медиана будет 50, тут медиана будет, допустим, 25, и тут, ну, на 25 0,5, и тут медиана 0,75. Ну, и вот где-то какие-то размытые границы. И точно так же влияние, эффект, который окажет это событие на вас. То есть, опять же, как сопоставить какому-то эффекту какое-то число. Но это очень сложно, это какая-то наука, это ты должен прям сидеть, думать, типа, все возможные случаи разбирать, как-то их выстроить в какую-то шкалу, да, ну, вот как мы, у нас есть множество чего-то, и нам его надо на какое-то там конечное множество натуральных чисел замагить. Ну, типа, это сложно, это надо под это какую-то науку под этот самый подложить. Используют очень простые размеры футболок. Ну, то есть, например, S, M, L, X, L. То есть, S это маленькое влияние, то есть, скорее всего, незначительное. Ну, к примеру, не знаю, сегодня там играет Францию в Ругвай. Ну, я, например, болею за Францию, но вот, допустим, Франция проиграет. Вероятность, ну, скорее, я бы сказал, между маловероятными возможно, вот, но я не настолько эксперт в футболе, поэтому я могу, конечно, ошибаться. Ну, какой-то эффект окажут на меня. На самом деле, небольшой. Ну, типа, ну, проиграли и проиграли, но мне, типа, для меня вообще ничего не произошло. Ну, да, типа, я болел за них. Бывает. А есть Excel? Например, не знаю, там. Это когда ты на них квартиру поставил? Например, да. Или, например, я решил, что это классная идея вложиться в бидочек по 20. Ну, вот. Я тут бидочек обвалился до 6. Я такой, где-то что-то пошло не так. Еще одна техника, которая тоже полезна в плане принятия решений, это вот такая вот табличка из 4 полей. То есть, например, вот я поеду в гамму. Я решу переезжать. Что случится, если я поеду в гамму? Что не случится, если я поеду в гамму? И, соответственно, что случится, если я не поеду в гамму? И что не случится, если я не поеду в гамму? То есть, я прикидываю какие-то основные моменты, когда я их вижу, я могу уже как-то сопоставлять. То есть, я могу вниз и вверх таблицы сопоставлять. То есть, с одной стороны, это будут вроде как позитивные вещи, то есть, ну, могут быть позитивные и негативные на самом деле. То есть, например, я поеду и, не знаю, там будет хороший уровень жизни, и все классно. Или я поеду, и там будет террористическая атака, и я погибну в террористической атаке. Ну, типа, может случиться? Может случиться. что не случится, если я поеду? Ну, ну, например, я не знаю, как жить в Европе. Что, что случится, если я не поеду? Ну, например, меня призовут в армию. Ну, это, конечно, для меня была не причина, потому что, с одной стороны, я не совсем, как бы, на состояние здоровья подхожу. То есть, я знал, что меня, в принципе, не призовут. С другой стороны, я, как бы, этого не боялся. То есть, как бы, призовут и призовут. Жизнь такая. У меня друзья, многие служат, у меня там, друг в милинском спецназе служит, и он там, с первых дней, там был. Два года. Вот. Ну, как бы, то есть, это просто пример, но я лично, вот, в своей ситуации, я его не рассматривал. И, ну, что не случится, если я не поеду? я даже не знаю, сейчас сходу так не назову, но я думаю, как бы, суть и идею этого подхода вы вловили. выписать все вот такие вот четыре столбца, и на основании этого, ну, как-то легче принимать решение, когда у тебя есть какие-то вещи, за которые ты можешь зацепиться, какие-то мысли, какие-то, какие-то характеристики, да, то есть, просто так решать, ну, это, что-то вы подзагрустили. Наверное, я плохо продаю свой продукт, да, свою презентацию, свои какие-то знания, которые я посчитал, что вам могут быть интересны. То есть, я мог допустить ошибку, и, ну, они вам на самом деле не интересны, просто вы из вежливости сидите и не хотите уходить, потому что у вас и так только четверо. Вот. Просто повременьенько, ну, растянулась. Ну, я постараюсь побыстрее закончить, мы, да, немножко превысили лимит. Какой там? А, ну, там, это всего 35-й, еще 7-й. Вот. Постараюсь очень коротко, как у Дудя. Очень хорошая концепция все является продуктом. То есть, вы являетесь продуктом, ваш диплом является продуктом, ваша курсовая является продуктом, моя презентация является продуктом. Например, вы являетесь продуктом. Что с этим делать? вы можете применять те же методы, которые используют для реальных продуктов. Там, шоколадки, head and shoulders, не знаю, что угодно. Есть маркетинг, есть, скажем так, подходы к разработке продукта и так далее. Например, маркетинг. Вы продукт. Вы используете маркетинговые подходы, чтобы продать себя на собеседы. Или, не знаю, парень идет на свидание, или девушка идет на свидание спарминг, она уже использует, хотя часто не осознает подходы маркетинга. Она там старается красивее одеться, она старается хорошее впечатление произвести на человека. Потому что, на самом деле, бизнес тоже старается. Он старается сразу тебя захватить, он не медленно подсаживает, потому что конкуренция высокая. Если ты будешь постепенно человека подсаживать на свой продукт, он, ну вот, не знаю, ты там пришла на свидание, ну там, не знаю, в джинсах там, такое вот. Ну да, вроде с тобой интересно, вроде типа свидание оп, прошло. И тут, короче, идет там такая девушка вообще вся дочь Габбана, вся такая оп, оп, и парень хмммм. И заинтересовался другой девушкой. То есть, ну вот, и на самом деле вот эти все штуки, они, если открыть книги по бизнесу, они там все описаны. На самом деле это одно и то же. Просто люди очень часто об этом не думают. Другой момент это саморазвитие и планирование своего времени и планирование вообще какие навыки, какие знания ты будешь приобретать в жизни. Как выбирать, что учить в следующем, потому что не можешь учить все сразу. Все эти штуки на самом деле вы можете почитать книжечки про бизнес и подчеркнуть оттуда. Опять же, ваша планировка задачи ваших. В IT используется Kanban подход, то есть, есть ну, самые три основных состояния любой задачи. Это то-до, то есть, то, что еще предстоит сделать. In Progress то, что мы делаем сейчас и Done то, что мы сделали. Ну, я, например, для себя использую Trello, то есть, это я скрешет с Trello просто пример сделал. Я делаю для себя доски и вот свои какие-то задачи менеджу там, потому что это освобождает голову, я не должен держать в голове, у меня для этого есть компьютер, он держит. Я потратил пять минут, заполнил, там, приоритизировал, и дальше просто выполняю как машина, то есть, я могу думать, не знаю, там, о, там, физике, или, там, о мемасиках новых, или, там, об Игре Престолов. Очень рекомендую прочитать книжку Getting Things Done, это прям, вот, must read для всех, в плане самоорганизации и само менеджмента, очень хорошая книжка, ладно, я стараюсь быстрее, вот, что я тут сделал, тоже, вот, маленький момент, просто хочу очень на него обратить внимание, у меня не in progress, не in focus, ну, то есть, это то, чем я занимаюсь сейчас, прочитал у одного человека, мне очень понравилась концепция, и мне кажется, она работа, я, может, я сам себя убедил, человек читает слева направо, ну, европеец, араб или еврей, читает наоборот, то есть, самое актуальное, самое важное, то, что мы делаем сейчас, не то, что мы, то есть, обычно люди делают так, слева то, что, to do, потом, посредине in progress, потом, да, ну, типа, вот, как поток идет, вот она задача из to do, мы ее начали, и потом сделали, нет, для нас важно, что in progress, то есть, оно должно стоять левее всего, поэтому мы, ну, зрительно, физиологически, мы начинаем фокусироваться именно с левой части экрана, потом, когда у нас уже in focus закончился, у нас следующее, to do, то есть, мы вот сделали, и мы можем делать что-то новое, мы берем новую задачу, ну, и самое последнее, это done, ну, смотрите, сейчас, без 13.6 на моих часах, мы можем сделать так, я могу еще постараться в 13 минут втиснуть as much as I can, и остальное я там, не знаю, запишу вам видосик и вышлю, если вам будет интерес, или мы можем просто сделать прям brief overview, и потом, может, у вас какие-то вопросы останутся, хотя я думаю, что у вас уже никаких вопросов, у вас вопросы, какого черта он столько слайдов сделал, ну, давайте очень быстренько пройдемся, ну, я хотел рассказать более детально про SWOT planning, но я думаю, вы просто вбиваете в Google SWOT, и там первые три ссылки вам дадут очень много информации, потом, принцип 1.3.5, я думаю, что вы тоже, если вы выбьете 1.2.3.5 principle, тоже первые три ссылки из Google, скорее всего, вам дадут более в развернутом виде, too long didn't read, но все же то, что вот я хотел вам рассказать, то есть концепция в том, что когда вы планируете, не берите слишком много, берите одну большую задачу, 3 средних и 5 маленьких на неделю, sorry, это я чуть-чуть провтыкал, я презентажку делал в Keynote, и сегодня только конвертировал в PowerPoint, чуть-чуть текст не влез, это просто, мне понравилось это выражение, хотел до вас донести, может оно вам тоже понравится, часто говорят, менеджмент это искусство, менеджмент is an art, self-management is a martial art, то есть martial art это боевое искусство, управлять кем-то это искусство, управлять собой это боевое искусство, потому что на самом деле управлять собой очень сложно, просто у многих иллюзии, что они контролируют свою жизнь, контролируют себя, потом тоже вы можете вбить, даже на Википедии можете прочитать про принцип сухари, это три слова, это принцип обучения, его используют самураи, но в принципе он очень во многих сферах применим точно так же, если коротко, все делится на три этапа, подражай, противодействуй, отрицай и адаптируйся, то есть на первом этапе у тебя есть кто-то, кто опытный, если в боевых искусствах это сенсей, и он тебе говорит делать так, и ты делаешь не спрашивая, тебе сказали, и ты делаешь, ты просто подражаешь, точно так же, например, если вы учите программирование, вы открываете книжку, и просто тупо вот пишете, вот переписываете примеры из книги, как говорят писать, вы это все переписываете, и запускаете, и смотрите, вот оно работает, второе, это отрицай, это делай все наоборот, то есть естественно, почти всегда, оно будет заканчиваться нехорошо, то есть у тебя там программа не будет компилироваться, или не тот результат будет выдавать, но это тебе дает почву для последнего этапа, адаптируйся, то есть когда ты знаешь, что будет, если ты сделаешь так, ну по условным правилам, и что будет, если ты нарушишь эти правила, ты начинаешь практиковать искусство адаптации, потому что не всегда стоит следовать правилам, ну я например увлекаюсь фотографией, и есть там правила золотого сечения в фотографии, кто-то задержался, есть правила золотого сечения, есть например правила композиции, то есть я там читал книги по этому, и все классно, и тут я там открываю какого-нибудь супер крутого фотографа, и прямо вот на первой фотографии вижу, это правило нарушено, это правило нарушено, это правило нарушено, но фотография просто всемирно известна, и все просто от нее тащатся, почему? потому что человек сначала следовал правилам, потом он их нарушал, потом он адаптировался, он знал, когда можно нарушить правила, потому что в принципе правила нарушают всегда и везде, потому что правила они не охватывают все случаи, они охватывают какое-то общее количество случаев, а бывает так, что ваш случай не подпадает под общее количество, и вам на самом деле нужно нарушить правила, вот, но я говорю, опять же, вбиваете вот сухари, прямо в Википедии открываете, и там хорошая статья, еще можно посмотреть фильм, есть фильм «Каратайкид», есть новый, есть более старый фильм «Каратайкид», вот в более старом фильме, там очень хорошо показан этот принцип, когда Малова, он там встретил чувака, который умеет в кунг-фу, вот, и вот этот чувак берется учить Малова драться, и вот когда вот он сначала тупо следует, потом у него появляется вот, противление он нарушает, он понимает, что это на самом деле нехорошо, но потом он просветляется и обретает искусство адаптироваться. Последняя, тоже японская штука, самурайская, это «Каты», «Ката» — это практика, то есть если вы смотрели фильм «Последний самурай», с Томом Крузом, в нем очень красиво этот момент показан, но он очень маленький, незначительный, много людей его пропускают мимо себя. Когда там чувак, американец попадает в Японию, в самурайскую деревню, в начало 20 века, или там конец 19, ну как-то так, или середина 19, как подсказывают тут некоторые, там показано, что самураи, они вот берут какие-то простые движения и они их практикуют просто целый день, он делает одно движение. Или еще Брюс Ли когда-то сказал, что я не боюсь человека, который там практикует. «Последний самурайский прием», это из человека, который знает, повторяет один прием тысячу раз. Вот, видите, даже не я один это знаю, ну или не нас двое это знают. Я это не знаю. Да-да-да. То есть ката – это о том, чтобы практиковаться. Есть, во-первых, концепция 10 тысяч часов, то есть считается, что если ты чем-то занимался 10 тысяч часов, ну каким-то делом, каким-то развивал свой какой-то скил, то ты стаёшь экспертом в этом. Есть также теория о том, что если ты чем-то занялся 25 часов, то ты имеешь уже представление об этом. То есть если ты меньше 25 часов что-то делал, то ты даже не имеешь представления об этом. То есть, например, не знаю, ты хотел попробовать театр. Ты пошёл, вот тебе, не знаю, там вот сказали там какую-то роль маленькую дали, ты там прорепетировал пару раз, вышел, сыграл и потратил на это там суммарно 10 часов. Ты говоришь, нет, театр это не то. То есть, опять же, это не доказано, это просто теория такая. У них есть какие-то там основания, но, как мы знаем, сейчас много вот этих вот психологических и околопсихологических штук очень сильно опровергаются, и это очень забавно. Потом то, что я упоминал про слова великого и ужасного Дороговцева, что если вы занимаетесь, ну, он говорил конкретно о математике, если вы занимаетесь математикой меньше 4 часов в день, то вы лучше не планируйте карьеру свою как математика. Это на самом деле предпоследний слайд, поэтому я позволю себе еще чуть-чуть добавить, потому что мы и так уже все возможные и невозможные лимиты превысили. Вам, людям так или иначе связанным там с IT, ну, я думаю, что бы вы для себя не выбрали, так или иначе вы когда-нибудь будете использовать программирование. И как вот улучшить свои скиллы в программировании, есть так званый кодинг ката. Смысл, вот самое известное, это калькулятор. Самый простой калькулятор, он умеет складывать, вычитать, умножать и делить. И смысл каты, вы садитесь и пишете с нуля, вот у вас там ваше IDE или блокнот, или в чем угодно, в чем вы пишете, вы пишете с нуля калькулятор. Написали. Завтра вы берете и удаляете все, что вы написали, и снова пишете с нуля калькулятор. И то же самое вы делаете послезавтра. И после-послезавтра. И там через месяц-два вы уже пишете этот калькулятор там за 15 минут, потому что вы уже всеми возможными способами его написали, вы уже придумали самый идеальный код, который только можно было придумать для этого калькулятора. И если вам интересно, есть сайты, у которых подобраны такого вот рода простые задачки, на которых вы можете практиковаться, то есть делать эту задачу раз и раз и раз и раз. Точно так же, как делают спортсмены, когда они тренируются, когда им надо развить какой-то скилл. То есть в мозге они тоже тренируются. Причем если тренировать там креативность сложно, ну некоторые люди там веществами пользуются для развития креативности, то ту же логику тренировать очень легко. Просто занимайтесь. Я делаю эксперимент, я в свое время, ну я до сих пор, мне очень интересны IQ-тесты, менса и вот эта вот вся штука. И я просто каждый день по там 3-4 теста проходил. То есть он обычно там дни там 25 минут, занимает дни 45 минут. И после двух недель таких упражнений я увидел, что вот первый раз я проходил у меня результат был такой, а за две недели у меня результат уже там плюс 10 минут. Ай-яй-яй. Ну вряд ли я поумел, конечно, в общем, но какие-то навыки мозга, какие-то операции, которые ты можешь выполнять, я в принципе прокачал. Точно так же с программированием, потому что на самом деле программирование, там вот такая вот часть мысления и очень много просто машинальной работы. И вы с одной стороны, повторяя это, вы немножко развиваете ваше мышление, как вы мыслите, как вы подходите к решению задачи, а с другой стороны, вы развиваете свои навыки и машинальные печатания, оно я, например, свободно печатаю вслепую. То есть у меня ноутбук без украинской, российской раскладки на клавиату, то есть она есть, но буковок нет. Я вслепую печатаю, ничего, как бы нормально. Без ошибок. Без ошибок. На самом деле, оно вот идет как-то вот само, уже из подсознательного. То есть у меня бывает такое, когда я что-то печатаю, меня кто-то отвлекает, и я потом сбиваюсь, и я теряюсь, я должен попробовать так. Ага, вот все. То есть как-то вот положил, пианист положил пальцы правильно, и дальше он уже, или там еще лучше, вот у меня рук есть скрипач, на скрипке нету ладов. То есть там просто гриф и струна. И ты должен вот по ощущениям ловить, как у тебя должен меняться звук. И если ты вот правильно начал, ты дальше уже вот, у тебя рука уже, механика привыкла, потому что он занимался скрипкой с трех лет, наверное, по четыре, а то и больше часов в день. Потому что скрипка – это сложный инструмент. Да, я еще раз хочу принести извинения, потому что я там делал оценку, что это у нас там займет, ну там час-полтора, мы уже два часа и то мы сократили. Слава Китайской, это же вот так. Ну, на самом деле, я признаюсь, то есть это моя плохая подготовка, я никогда не прогонял эту презентацию, я в принципе не готовил текст. Я накидал слайды, вообще как я делал презентацию, я делал слайды, как какие-то якоря, аттракторы, да, моих мыслей. То есть у меня была какая-то мысль, у меня возникли с ней ассоциации, я эту ассоциацию послал как картинку. И она работает теперь в обратном направлении. Я вижу картинку, у меня возникает та мысль, которая была в тот момент, когда я вот искал эту картинку. Ну и маленькие заметки к слайдам. То есть текста у меня на слайдах было чуть-чуть, а рассказывал я много и долго. Еще 10 тысяч презентаций, и то мастерство будет. Да, но на самом деле, типа, с моей стороны это было немножко нехорошо, то есть я на самом деле должен был эту презентацию проговорить перед собой или там перед кем-то, можно просто и померить хронометраж. То есть на самом деле, если вы там более серьезно, чем я, относитесь к вещам, то вот очень рекомендую, если вы готовите презентацию, именно ради хронометража проговорить всю презентацию, чтобы вы точно знали, сколько у вас по времени получается. Вы по-главски и проговорите. Вот. Ну и последним слайдом я хочу еще раз напомнить, что важно быть счастливыми, радоваться каким-то маленьким вещам в жизни. если у вас есть какие-то вопросы по слайдам, не по слайдам, кроме вопроса, почему так долго, почему ты не померил хронометраж заранее, я готов ответить. Я так понимаю, что да. Ну вопрос есть. А тебе как бы сам процесс работы приносит удовольствие? Вот именно не результат, а процесс. Ну это сложный вопрос, потому что не все так однозначно, как у нас вот там многие, да, там по поводу ситуации между Украиной и Россией, да, говорят, не все так однозначно. Вот. Ну, в моем случае это действительно так. То есть, сейчас, помимо автоматизации, я в том числе должен делать мануальное тестирование. И это не всегда интересно. Это интересно, когда у тебя новый продукт, ты его не знаешь, или какая-то новая фича, и вот ты хочешь с ней поиграться, посмотреть, как оно работает, это интересно, это как, ну, в принципе, это те же ощущения, которые испытывает ребенок, когда ему приносят новую игрушку. Он ее исследует, оно интересно, оно что-то новое. Ты там пробуешь его поломать, там стучишь. Но когда ты видел это тысячу раз, ну, это не очень, скажем так, приятно, это рутинная работа. Но она всегда разбавлена очень интересной работой. У нас в компании, например, приветствуется, когда ты, ну, точнее, как оно и не возбраняется, и приветствуется, когда ты берешь какие-то новые обязанности на себя. Или временно, там, например, возникает какая-то проблема, которая больше относится не к тестированию, не к автоматизации, а, например, к project management. Ну, я говорю, ребят, давайте я, типа, вот это сделаю, организую, вот я там что-то читал, что-то знаю. Поэтому я стараюсь находить интерес, когда вот я чувствую, что его мало, я стараюсь его поискать. Ходите в отпуск. У меня, например, сейчас 30 рабочих дней отпуска, то есть это 6 недель. То есть полтора месяца из 12 я отдыхаю, плюс еще порядка 12 праздников в Гамбурге есть в году. Потому что Германия федеративная, там в разных землях разное количество bank holidays, типа, нерабочих дней. 30 дней рабочих, да? Да, именно рабочих. 6 недель с учетом выходных или там праздников. Ну да, то есть если брать еще с праздниками и так далее, то наверное там будет не 6, а 7 недель наберется, даже или 8 в году. А можно еще вопрос? Да. А где вы сейчас работаете? Я работаю в компании Xing в Гамбурге в Германии уже 2 года. И чем эта компания принимает? Xing они делают социальную сеть для поиска работы. То есть есть более известная сеть LinkedIn, а Xing делает сеть, которая больше сфокусирована на Германию, Австрию и Швейцарию. Ну а это больше, а вообще она распространена и в страны и в Украине? Нет, ну вот смотрите, они когда-то пытались выходить на мировой рынок, по-моему это был 2011 или 2012, 2011 наверное год. Я увидел их рекламу на Гугле и я зарегистрировался там. Но я увидел, что там нет никакой активности, мне никакие рекрутеры не пишут, работу не предлагают. Ну я как бы, ну будет себе у меня там аккаунт зарегистрирован. Вот. А потом так сложилось, что там через пять лет я пришел в эту компанию и говорю, ну ребят, я знаю кто вы, у меня есть у вас аккаунт. Ну и все же берем. Да. Вот. Я работаю, я ребятам рассказывал, я работаю в команде, которая занимается мессенджером, да, open door policy. да, я понимаю, просто верю, до свидания. До свидания. Да. Я ребятам рассказывал. Ну нет, вы не повторяйте, я просто... Ну это коротко. Я бы в общем хотел сказать, вы лучше расскажите то, что еще... еще вопросы зададут, что вы зададите. Да. Я говорил о том, что мы последние там, ну, мы в марте его выпустили, а до этого почти полтора года мы разрабатывали end-to-end шифрование для мессенджера на основе сигнал протокола. Вот. У нас был консультант отдельный, то есть человек, который занимается криптографией, у него PhD в криптографии, и он нам помогал адаптировать сигнал протокол под нашу инфраструктуру. Помимо этого, он сейчас в команде, которая занимается... Вот они выпустили Enigma плюс email. Это end-to-end шифрование для email. То есть они хотят разработать протокол end-to-end шифрования для email. В чем как бы сложности? Это в том, что надо с одной стороны криптографические свойства иметь, с другой стороны, чтобы это было удобно для пользователей. Ну, если это будет неудобно, то я буду отправлять открытый email, ну, максимум, это может быть с цифровой подписью. Если у меня, допустим, будет только один специальный компьютер где-нибудь, то я, скорее всего, если я не знаю, не супершпион, то я не буду пользоваться end-to-end шифрованием. То есть они пытаются найти баланс между удобством для человека и в то же время сохранением криптографических свойств. Ну, потому что некоторые компании, они откровенно жульничают, они... Мы сейчас рискуем с улицей этих технологических денег. Ну, на самом деле, да, я могу потом как-нибудь прислать, рассказать, какой у нас протокол показать. Ну, то есть это, в принципе, не закрытая информация. Мы даже готовили white paper для рекламы, то есть мы пытались не технически объяснить вот в чем смысл этого end-to-end шифрования, то есть что оно дает пользователям, что у вас есть два устройства, у вас есть устройство, у вашего собеседника есть устройство, только с этого устройства у вас существует чат, ключи все хранятся только на этих устройствах, соответственно, никто, кроме вас, прочитать эту информацию не может. Ну, и там потом я им рассказывал, что есть security audit, то есть у нас были два аудита, общий security, точнее, две компании, они делали общий security каждая, и они делали отдельно крипто-аудит, то есть у них были крипто-аналитики, которые смотрели наш протокол, там какие-то криптографические атаки на него проверяли, но там особо много проверять не надо, потому что много вещей они просто стандартные, мы используем вот этот протокол с такими-то эллиптической кривая такая-то, но они уже знают, какие свойства, им не надо ничего проверять, не надо ничего рассчитывать, потому что они это знают. как-то так, как-то так, как-то так, Рассказывал, что наши студенты много где работают, что в Церне у нас работает, если вы помните, Оксана Шадура, она работает в Церне, она там защитила PHD на коллайдеры, на коллайдере. финансовых, что у них просто отдельная огромная система, которая это все между собой вывязывает. То есть он финансовый девелопер в Церне. Игорь Ледович Роу, вот в Бабле фоткнике, вот просто. Да, ну, я не спрашивал разрешения, я еще по этому лизнирую, но это Оксана Шадура и Полина Байненко. Полина приезжала к Оксане в Швейцарию, и вот они там тоже можно. Ну, в Фестехии, там, в Фейсбуке работают в Гугле. Да, я забыл вам упомянуть, я просто это обсуждал, и оно как там, я забыл, что надо еще раз это сказать. Даша это слышала. Вадим Ключников с моего потока, с Фи-1, он закончил PHD в Канаде по квантовым компьютерам, он практику в D-Wave проходил в Канаде, а сейчас он работает в Гугл, Гугл, они же тоже очень сильно интересуются этим направлением, но вот он работает в Гугл, по квантовым компьютерам в Швейцарии живет. В Гугле Даша. Даша пустая. Даша сейчас, в прошлом году защитил PHD, полгода был в Ирландии на постдок, и вот сейчас вернулся в Германию, он недалеко от Гамбурга, поэтому мы с ним где-то скоро встретимся. расскажет, про свою жизнь. Еще какие-нибудь вопросы? Комментарии, замечания? Все уже подавлены. Они подавлены уже где-то минут 40, на самом деле. они просто стесняются сказать, что хватит. Это не лекция преподавателя, поэтому можно говорить, хватит, или просто упоминь. Хорошо. Подпустили плачика. Да, плачика есть, еще время. Ну, я надеюсь, вам было. Нас уже в самолете Джулианна хлопали, не надо. Я отправляюсь отучиться при привычке. Ну, недавно была история, когда была гроза в Киеве, и самолет в Джулианнах выкатился за взлетно-посадочную полосу, и есть видео из самолета, то есть он касается земли, люди начинают хлопать, и тут самолет выкатывается за полосу, и все такие и кто-то рано начали хлопать. Вот так. Поэтому, да. Все, помаши ручкой. Ауфидерзейн.